Пока здесь только цемент и бетон, но совсем скоро это место превратится в уютную зону отдыха. Строительство парка на месте старого автовокзала все больше приобретает эстетический вид и красоту, уже приковывая взгляды прохожих и автолюбителей. Согласно паспорту инвестиций города, на данном объекте, то есть на данной территории с изменением генплана ПЗЗ, мы по инвестиционному паспорту ввели туда наименьший объект, то есть наименьший имеется в виду загруженности его, чтобы для населения было легче проезжать части, то есть для проезда и разгрузки дорог. Проект включает строительство детского развлекательного центра в два этажа. На первом будет располагаться сама зона отдыха, а на втором – коррекционная школа для детей. Строится объект согласно градостроительному плану. Развлекательный центр, где у нас раньше находился здесь на рынке фабричный, на четвертом этаже, он на такой высоте по пожарной безопасности быть не имеет права. И поэтому с инвестором были оговорены такие условия, что подобный объект, то есть этот развлекательный центр будет находиться на первом этаже. Большое внимание инвесторы уделяют облагоустройству прилегающей территории. По проекту предусмотрена зеленая зона со скамейками и двумя фонтанами, которые уже радуют глаз необычной формой и красотой. Заливаем, делаем гидроизоляцию, потом облицовываем. Вот эти форсуночные системы называются сферами. Мы их заказали, привезли. В нашей республике таких нету, поэтому нам хотелось сделать как-то, чтобы людям понравилось. Мы уже закончили фактически чуть-чуть такие технические вопросы в данном этапе. Там внутри остались и здесь настройки осталось. Они уже будут работать сегодняшнего дня, вечером, скорее всего, оба фонтана будут работать уже. Здесь будут созданы все условия, как для детей, так и для взрослых, которые, пожалуй, ждут открытия больше, чем дети. Телефоны, интернет, компьютеры, больше в этом году было toutes. Помимо досуговой стороны, объект призван повысить инвест-привлекательность города, а также обеспечить рабочими местами. По этим же соображениям, в новостройках Альтивского административного округа, где раньше располагался автотранспортный парк регионального МВД, будет построен торгово-производственный комплекс. Уже подписан договор аренды земельного участка на общую площадь 13 тысяч квадратных метров. Строительство планируется вести в три этапа за счет частных инвестиций. В начале первый этап двухэтажного здания. Общая площадь этого здания будет где-то 1680 квадратных метров. Потом идет вспомогательное сооружение, павильоны и так далее. Все создается для удобства граждан. Это у нас район новостроек. Только сейчас начинается обустраиваться люди. Построены новые школы, строятся школы. Также вы видели, введена эксплуатация детский сад, больница, детская поликлиника и так далее. На конец 2019 года стоимостью до 25 миллионов объект из части первого этапа у него будет завещен и будет тоже функционирован. То есть мы сейчас говорим об инвестициях конца 2019 года, проектов инвестиций вводимых до конца 2019 года. И на том же месте тоже будут образованы рабочие места. Нами планируется в первом этапе рабочие места до около 60 мест. А далее эти рабочие места с увеличением инвестиций и строительства других объектов из общего проекта будут увеличиваться. По плану уже к 2021 году будут созданы сотни рабочих мест. Начальство строительства планирует к концу этого года. Радат Холухоева, Магомед Доскиев, Новости 24.